всем привет добро пожаловать на канал сегодня я буду шить кофту на молнии для дочки у меня есть выкройка я уже шила по этой выкройке пижаму также сшила по этой же выкройке халат и сегодня я хочу по этой выкройке также сшить кофту на молнии ссылку на выкройку я оставлю внизу под видео это выкройка бесплатно поэтому можете брать выкройку и смело шить по ней кофту я буду шить из трикотажной ткани это футер двунитка плотностью 240 грамм 92 процента хлопок и 8 процентов эластана на манжеты и обработку горловины также на пояс я буду использовать кашкарсы выкройка у меня состоит вернее я буду использовать такие детали как деталь спинки деталь полочки деталь рукава также деталь манжета и деталь пояса так как выкройка дана без припусков поэтому добавляю по 0 7 миллиметров по всем срезам на припуск переношу все детали на ткань и вырезаю я уже вырезала все детали у меня получается одна деталь спинки две детали полочки я разрезала деталь полочки пополам и добавила на припуск по переднему срезу также две детали рукава две детали манжет одна деталь пояс и две детали обтачки я вырезала две детали обтачки по детали полочки сделала ширину обтачки 7 сантиметров это вместе с припуском а кофту я хочу сделать с карманами впереди поэтому вырезала еще две детали карманов теперь дублирую центральные срезы на передней части кофты на одной и на второй половинке также дублирую две детали обтачки и короткие срезы на поясе теперь обработать теперь необходимо обработать карманы подворачиваю вовнутрь на два с половиной сантиметра срез входа в карман и подшиваю двойной иглой теперь кладу переднюю деталь кофты лицевой стороной наверх ставлю отметки где будет пришит карман прикалываю карман по отметкам лицом к лицу и притачиваю на швейной машине теперь отворачиваю карманы и буду прокладывать строчку на расстоянии 1 миллиметра от края сверху и сбоку также подворачиваю карман на 0,5 сантиметров вовнутрь прикалываю булавками сначала приметаю кармашки и затем буду прокладывать строчку на расстоянии 1 миллиметра от края сверху и сбоку и и и и и и и Вот так у меня получилось, карманы готовы, также их необходимо приутюжить. Теперь беру половинку передней детали кофты, кладу лицом наверх, сверху также кладу лицом к лицу детали рукава, скалываю по срезу и стачиваю на оверлоке. Затем также беру вторую половинку кофты, передней детали кофты, также кладу лицевой стороной наверх, сверху прикладываю рукав, прикалываю булавками и стачиваю на оверлоке. Теперь беру деталь спинки, кладу лицевой стороной наверх, также сверху прикалываю две детали рукава с одной и с другой стороны и притачиваю на оверлоке. Смотрите продолжение в следующей серии. Теперь скалываю срез на рукаве, также боковой срез, скалываю с одной и с другой стороны и стачиваю на оверлоке. После того как стачала, также необходимо приутюжить припуск и заутюжить на сторону спинки. Продолжение следует... Продолжение следует... Теперь беру две детали обтачки и обрабатываю на оверлоке короткий срез и вдоль длинного среза. Теперь беру деталь пояса, прикалываю лицом к лицу к нижнему срезу кофты и притачиваю на швейной машине. Теперь закрепляю деталь обтачки с изнаночной стороны кофты по верхнему срезу. Также внизу прикалываю булавками к нижнему срезу пояса, затем притачиваю деталь обтачки внизу, где пояс и немного также закрепляю вверху по верхнему срезу. Теперь буду притачивать молнию между деталью обтачки. И передней частью кофты открываю молнию, беру одну половинку, вкладываю вовнутрь между деталью обтачки и передней половинкой кофты. Зубцы должны лежать к передней детали кофты, прикалываю молнию, внизу пояс складываю пополам, ставлю отметку. Теперь в самый низ кладу вовнутрь деталь молнии, одну половинку детали молнии и прикалываю булавками. Необходимо также совместить шов на поясе и на детали обтачки. Вкладываю молнию вовнутрь между деталью обтачки и передней деталью кофты, скалываю булавками и затем приметаю. Вот так я уже приметала молнию. Теперь меняю лапку и притачиваю молнию. Вот так я уже притачала одну половинку молнии. Теперь ставлю отметки напротив пояса, на молнии ставлю отметки напротив пояса, также где карман и вверху где заканчивается молния. Вкладываю вторую половинку молнии также вовнутрь между деталью обтачки и передней части кофты, прикалываю булавками, также приметаю и после чего притачиваю на швейной машине. Я уже притачала молнию, теперь закрываю ее и проверяю, чтобы равномерно был карман, также пояс и вверху где заканчивается молния. Теперь беру нижний срез пояса, прикалываю булавками к припуску, также равномерно растягиваю, совмещаю отметки, отворачиваю сбоку деталь обтачки, совмещаю нижний срез пояса и припуск, где я притачивала пояс к кофте. Скалываю все булавками и стачиваю на оверлоке. Начинаю стачивать не с самого начала, так как не получается совместить пояс с припуском, отступаю пару сантиметров и притачиваю. Субтитры сделал DimaTorzok После того, как притачала, также приутюжила припуск. Теперь беру детали манжет, складываю лицевой стороной вовнутрь и стачиваю на оверлоке в кольцо. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь складываю манжеты пополам, шов разворачиваю в разные стороны, складываю манжеты пополам, припуски разворачиваю в разные стороны. Ставлю отметки на манжете, делю манжет на четыре части, также ставлю отметки на срезе на рукаве, также делю срез на четыре части. Прикалываю манжет лицом к лицу к срезу на рукаве, прикалываю по отметкам и притачиваю на оверлоке. Притачиваю один и второй манжет. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь мне осталось обработать горловину, беру сантиметр и меряю верхний срез на горловине. Умножаю эту цифру на 0,75, добавляю также пару сантиметров на припуск, вырезаю прямоугольник, затем срезаю по бокам уголки. Вот такая получилась у меня обтачка. Теперь на обтачке ставлю отметки, нахожу середину, также ставлю отметки на верхнем срезе на горловине, на кофте. Теперь вкладываю обтачку между деталью обтачки кофты и передней деталью кофты, прикалываю булавками, совмещаю отметки, прикалываю по отметкам. Вкладываю, получается, деталь обтачки вовнутрь между деталью обтачки кофты и передней деталью кофты, прикалываю булавками и притачиваю на оверлоке. Также, когда притачиваю, немножко растягиваю деталь обтачки. Теперь закрепляю деталь обтачки кофты к припуску на рукаве. Кофта моя практически готова. Теперь также сделаю отстрочку вдоль молнии, прокладываю две строчки с одной и с другой стороны. Еще хочу посоветовать, если вы будете шить кофту по этой выкройке, то мне кажется, все-таки лучше уменьшить немножко горловину, сделать ее более закрытой. Вот такая получилась у меня кофта на молнии. Я ее уже примерила на Сашу. Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях. Также подписывайтесь на канал. Если это видео было для вас полезным, ставьте палец вверх. Буду вам очень благодарна. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. На этом все. Я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok